Доброй ночи всем! Доброй ночи всем зрителям, всем подписчикам! Доброй ночи! Это Беларусь Гомель. Уже наступила пятница, 10 ноября. На часах без 24 ночи, а у меня сна ни в одном глазу. У меня ничего не болит, ничего не ноет, ничего не дёргает. Но мне не спится. Я ни за что не волнуюсь. Моя нервная система спокойна, но мне в голову лезут мысли вот абы какие. Вот абы какие. Вот представляю, как весной мне посадить ту мальву, выкопать с того двора. Вот думаю, как бы мамки посадить. Вот это мне надо думать, да? Вот начинаешь думать, вот что дома сделать надо, что переделать. В общем, разная чепуха лезет. Не то, что даже вот, ну чепуха, даже самой смешно. Я знаю, когда начинаешь зевать, то значит, ты скоро уснёшь. Не зевнула ни одного раза. Вот не спится. Без 24 и не могу уснуть. И не зевается мне, зевни нападает на меня. Вот, и не знаю я. Вот абы что? Вот в голову лезет то, что даже днём об этом не думаешь. Вот разная чепуха. Не знаю, поймёте вы меня, не поймёте. Завела будильник на половину восьмого. Надо позвонить, чтобы по телефону лекарства маман выписали. И вот через, сейчас скажу, раз, два, через три часа надо вставать, а я ещё не усыпала. Ну вот как-то вот так. Не знаю, сна ни в одном глазу, ни в одном. Давно у меня такого не было. И даже вот спать не хочется. Вот сейчас вот разговариваю, вот как будто это день. Кто у меня сон украл? Не знаю. Я как-то в интернете вычитала... Ну, какой-то доктор выступал, но я не придала этому значению. Он сказал, что если в течение пятнадцати минут вы не можете заснуть, значит, поднимайтесь и занимайтесь какими-нибудь делами до тех пор, пока вам не захочется спать. Ну, как я дома буду что-то ночью делать, что-то переставлять, что-то утюжить, что-то... Я не знаю. Вот, видите, пять минут с вами проболтала, уже без пятнадцати четыре. Девчонки, мальчишки, подарите мне сон. Ладненько. Буду пытаться уснуть. Девчоночки, доброе утро. Доброе утро всем зрителям, всем подписчикам. Доброе утро. Сняла вам ночью видео, без пятнадцати четыре, да, я ещё не спала. Это ужас. Девочки, я вчера легла, ровно в двенадцать или минут пять первого, и вот не спится мне, и всё. Я уже начала отвечать на комментарии к ночному ролику, ответила. Я посмотрела два блогера, вот нету сна, и всё, особенно когда хочешь спать, оно начинаешь зевать. Если ты два-три раза зевнул, значит, я уже знаю, что я усну или засну. Зёва нет, не зевается, вот лежишь, вот как будто ты днём прилёг, вот просто так. Я не знаю, что со мной было. А сегодня надо было у половины восьмого записаться к доктору Маман. Я завела будильник на половину восьмого поставила утра. И как бы, ну не знаю я, вот я с вами последний раз без пятнадцати четыре переговорила, да, вроде бы без пятнадцати четыре. Ну где-то будем считать, четыре я уснула, да, или заснула. И у половины восьмого у меня прозвенел будильник. Это три с половиной часа я поспала. Потом я быстренько дозвонилась в поликлинику, и тут же я опять всё, гробовым сном уснула. И проснулась я где-то в половину десятого, минут двадцать десятого. Полвосьмого, полдевятого, полдва часа. В общем, где-то в общем, в общем я поспала пять с половиной часов. В общем, в общем, это самом, комплекте пять с половиной часов я поспала. Вот, не знаю, вот не хочется спать, и всё, вот, вот выколи глаз. Сейчас сняла немножко ролик, выложила в Одноклассники. Спасибо девочке, кто нашёл мне Нину Тужикову. Вот, она, конечно, просит общаться в этом, в WhatsApp. Написала мне номер WhatsApp, но, во-первых, я не умею скачивать этот WhatsApp. Во-вторых, я им не умею пользоваться. Вот, только не надо мне сейчас объяснять. Я не прошу объяснений, как его скачивать, как его пользоваться. Я не умею пользоваться ни Viber, ни WhatsApp. Этого у меня нет. И Viber и WhatsApp очень много занимают места на телефоне. И поэтому я бы не хотела эти приложения иметь у себя в телефоне. Нине я сняла ролик на пять минут, выложила в Одноклассники. Но она как бы пишет, что в Одноклассниках она тоже не общается. Но, однако, она же мне написала, она отозвалась вот как-то вот так. Девочки, на комментарии я там немножко ответила вчера ночью, а немножко сегодня утром просто просмотрела, но еще не отвечала. Там человека два или три обижаются на такой скучный ролик. Ну, девочки, ну я же не буду вам песни танцевать и стихи рассказывать. Я рассказываю ей то, что приходит в мое воспоминание. Я рассказываю ей то, что, как я знала эту женщину, как мы с первым мужем ходили в гости. Как Ирин Мальчик жил с отцом, вот с таким заболеванием. Вот, ну просто я вот рассказала выдержки из своей памяти. Вот, и поэтому, ну все время смеяться и хохотать. Ну, я не знаю, у меня канал, я уже говорила, у меня однотипный канал, он у меня ни о чем. Так же, лам-балам. И поэтому нечего, девочки, возмущаться. Вот, что хочу сказать. Сегодня вспомнила еще одну историю, как я работала кондуктором, как мне подставила моя кондукторша перед одним мужиком. Ну, могу вкратце рассказать. Это я сегодня мыла посуду. Что я вспомнила про эту женщину, которая кондуктором работала. Не знаю, что-то вспомнила. Короче говоря, кто гомельский, тот будет знать. Если зеленые жилетки, это шестой автобусный парк. Нет, если синие жилетки, это шестой автобусный парк. А зеленые жилетки, это первый автобусный парк. Я работала в первом автобусном парке. К нам пришла женщина с шестого парка. Ну, так хорошо она вклинила с коллективом. Работа как работа. Хорошо работает кондуктором. Даже, может быть, еще и лучше. У меня все время план выполняла. И как-то мы с ней немножко так сдружились. Она жила одна в 17 микрорайоне. Она сейчас, наверное, там живет. А дочь у нее жила в малосемейке. Дочь была замужем. Дочь в то время болела раком груди. У них был мальчик лет шесть или пять в то время. Ну и как-то... Как-то... Как сказать? Ну, ехала я в автобусе, где работала эта женщина. Имя и фамилию называть не буду. Вот. И она мне говорит, Светка, я с таким мужиком познакомилась. Говорит, красивый, высокий. А эта женщина, когда улыбается, у нее на ямочке, на щечках вот тут ямочки. Она симпатичная. Маленькая, ростом такая симпатичная. Она говорит, он влюбился в мои ямочки на щечках. Мы с ним договорились о встрече. Мы с ним... Вот пойду к нему на свидание. Ну, я послушала и послушала, Господи. А тогда как-то проходит энное количество времени, может... Ну, может, месяц, может, два. Ну, не знаю. Ну, в общем, энное количество времени. Вот. И она мне говорит, Светка, хочешь, я тебя познакомлю с мужиком? Я говорю, ну, я никогда не против. Она говорит, он красивый, высокий, стройный, говорит. Вот. Она уже, видать, это время с ним уже потаскалась. Я говорю, ну, хорошо. Ну, я рассказываю кратко и без всяких таких подробностей, потому что дело же было очень давно, лет 25 назад. Это я уже КХ 13 лет работала, да. Лет сколько? С 18 года. Лет 5 уже не работаю. 13 и 5. 18 и 2 года. Да, лет 20 назад. Вот. Но она говорит, давай я тебе познакомлю с мужиком. Я с ним встречалась. Вот. Ну, он хочет с женщиной встречаться. Ну, я ничего не поняла. Я говорю, ну, ладно, давай знакомь. И мы с ней договорились. Я, наверное, была выходная. Она работала. И мы с ней договорились, что я приеду на Конечную, где они меняются в Белице. А он, этот мужик, жил в Белице возле Кристалла. Я приеду на Конечную, а мужик должен подсесть к ней в автобус и тоже приехать на Конечную. Ну, как-то так. Или я должна была войти в ее автобус, когда она была тут на Унермаге и ехала на Белице. Это был 18 маршрут. Вот. Короче говоря, не помню как, я подсаживаюсь в ее автобус. На Конечную заходит этот мужик. Она нас с ним знакомит. Мы едем на Конечную. Потом мы едем. А дело было, девочки, вот так вот. Лето, конец лета уже. Август, конец сентября. Было тепло-тепло. Не конец сентября, а конец августа. Вот. Начало сентября. Мы едем на Конечную, а потом с Конечной автобус же разворачивается и едет опять по городу. И мы доезжаем до парка. Все, мы с ним сидим. Тамара работает. Тамара ее зовут. Оговорилась. Ну, ладно. Тамара работает. Ходит по салону, продает билеты. К нам подходит. Ну, а мы как вновь познакомленные с ним сидим, разговариваем так. Девочки, даже был какой-то праздник. Был какой-то праздник в городе. И тут остановка площадь Ленина. Она нам выходить. Она говорит, ну, счастливо вам погулять. Ну, мы с ним пошли по парку. Походили, погуляли. Потом надо было мне идти домой. А от парка до дома тут сколько идти мне. Вот. И, значит, все идем мы с ним. Доходим с ним до цирка. А здесь был, он, наверное, сейчас есть платный туалет. Он говорит, я хочу отлучиться. Я говорю, иди. И он пошел. Его в туалете нету и нету. Нету и нету его. Нету и нету. Смотрю, идет. Идет. И что-то так спереди, вот так вот рукой держит. Он говорит, ой, ты знаешь, что в брюках молния разошлась. Я говорю, а где ты был-то так долго? Он говорит, в брюках молния разошлась. Я говорю, ну пошли ко мне, зашьешь как-нибудь. И вот он идет, и эту рубашку, он в рубашке был. И держит постоянно так вот на пузе рубашку, чтобы она немножко опускалась спереди. Короче говоря, пришли мы домой. Не помню, как было дело. А Ира моя тогда еще работала в Нермании-Сельмашовском. Она работала с восьми утра и до десяти вечера. И приходила поздно, потом еще шла гулять до двух ночи. Иры не было. А мне на следующий день надо было на работу идти. Я же кондуктором работала, у четыре ночи надо было вставать. Короче, я ему дала нитку с иголкой. Сама вышла то ли на кухню. Вот он сидел там, что он зашивал, подшивал, не знаю. Не помню, что было у нас. Интима не было. Попили мы вроде бы чай, и мы разошлись. Разошлись. Потом я отработала кондуктором. Тамара меня нашла. Ну, она же как? Она может ехать по одному рейсу. Я по-другому. Где-то мы с ней пересеклись. Вот. Она говорит, Светка, ну как у вас? Я говорю, да все хорошо. Общаемся. Звоним по телефону друг к другу. Я говорю, вот будет у меня выходной. Мы с ним встретимся. Она, ну хорошо. А оказывается, что она, ну как сказать, она с ним общалась. На какой ноте он со мной общается. То есть, как бы она меня, мне своего мужика познакомила с ним, да? И одна у него выпытывает. Как мы проводим время, все такое. Ну как-то было так на тот момент. Короче говоря, начали мы с ним встречаться. Приходил он ко мне домой. И после работы приходил он ко мне домой. Проводили мы с ним время. Ночью он у меня не ночевал, потому что у меня после 10 вечера Ирина приходила с работы. Он уже в 10 часов вечера мотал удочки и ехал к себе в белицу. Жил он с мамой. Мама была старенькая. А вот. Как это мне сказать вам? Да. Ну и встречались мы с ним долго, месяца два или три. А потом... Потом как-то еду я в автобусе с этой Тамарой. А, я ехала к нему навстречу, наверное. Он сказал подъехать мне на конечную убилицу. И я села в Тамарин автобус, где она работала. Она говорит, Светка, куда ты едешь? Я говорю, еду. Я даже забыла, как его зовут. Виктор, по-моему. Я говорю, еду, ну, примерно, еду к Виктору. Она говорит, она так психанула. Он меня любит. Он не тебя любит. Мы с ним общаемся. Он мне все рассказывает, как вы с ним время проводите. Я, девочки, не доехала. И она, понимаешь... А, я вот автобус длинный, да, и был посредине вот этот вот круг крутится. То есть был автобус с прицепом. А посредине круг я стояла в этом кругу. И она мне так сказала, он меня любит. Он с тобой не будет. Он со мной общается. Я раз и заплакала. А на что ты ревешь? Слушай, я тебе сказала, он с тобой не будет. Он со мной будет. Девочки, я взяла и вышла посреди белицы. Перешла на другую дорогу, приехала домой. Потом, не помню как, точно не помню, врате сочинять не буду. Мы с ним созвонились. А он работал на полиспечати возле парка. Вот где я всегда показываю вам драмтеатр и красивое здание полиспечать. Вот это вот здание, он там работал. Он работал наладчиком печатных машин. И как-то не помню, то ли мы с ним созвонились, то ли что. И мы с ним встречаемся. Возле драмтеатра, после работы он ко мне подошел. Мы с ним пошли в парк. Вот. Я начала выяснять ситуацию. Я говорю, так и так, мы с тобой уже два месяца встречаемся. А Тамара, я говорю, меня встречает. И говорит, что ты ее любишь. Что ты ей все докладываешь, как мы время проводим. Он, девочки, поднялся со скамейки. И так психанул. Он говорит, все, пора с этим кончать. Все. Вот так вот. И все. Ну, не помню, как было. Короче, мы вышли из парка. Он себе пошел на троллейбус. Я пошла себе на троллейбус. Вот такая, девочки, была история. Вот так мне моя подруга. Она не подруга, но просто мы вместе работали. Ну, вот кондуктор. Там 30 кондукторов было. И вот мы с ней как бы так вот сблизились в разговорах. Вот так она мне подсуетила своего мужика, с кем она встречалась. Не знаю почему. А потом она мне сказала, я хоть... Вот это вот я ехала к нему в этом, в кругу, где круг крутится в автобусе, да. И я тогда заплакала. Она говорит, я его решила, мол, проверить, как он будет себя вести. Вот такая, девочки, история. Человек решил проверить своего мужчину, клюнет ли он на знакомство с другой женщиной. А он клюнул. А она все это время терпела, пока он встречался со мной. Вот. Ну, вот как-то вот так вспомнила я сегодня об этой истории. И потом вот этой Тамаре умерла дочь. А после смерти она сама всем рассказывала. Я, говорит, зятя и внука отправила к его маме. Вот. Сама она забрала эту свою малосемейку, пустила квартирантов. Вот. Как-то вот так было. Потом, когда я уже работала в ЖКХ, я как-то шла по улице Победе. Было жарко, лето. И вижу, идет этот Виктор. А за ним чуть-чуть плетется. Ну, там она что-то замешкалась, в сумочке копалась. Идет эта Тамара. Он на меня посмотрел, он меня увидел. Но Тамара, наверное, меня не видела, потому что она что-то вот замешкалась. То ли в сумке, то ли в пакете что-то вот копалась. Короче, вот такая, девочки, была история. Вот такие бывают подруги. А вы мне говорите, Света, почему ты ни с кем не дружишь? Да там были люди, которые писали с тобой, никто не будет дружить. Ты вредно, это я, девочки, ни с кем не буду дружить. Это я не хочу иметь женщину-подругу. Ничего хорошего от женщины-подруги не жди. Ничего хорошего. Ничего, девочки. И поэтому женщин-подруг иметь нельзя. Лучше иметь сраного мужика в друзьях, чем иметь подругу. Ну, вы представьте, вот сошлась бы я сейчас с мужчиной, да? И была бы у меня такая подружка, как эта Тамара, такая тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Пришла бы она ко мне, как бы чувствовала я себя. Как бы эта Тамара, допустим, пришла бы такая тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Как бы она разговаривала с моим мужчином. Нет, девочки, не-не-не-не-не. Подруг иметь нельзя. Нужно иметь друзей, друга, противоположного пола, но не подруг. Всё. Вот поэтому я ни с кем не дружу. Общаться, да, просто, вот как с этой Таней с 25-го дома. А так нет. Дружбы не может быть в пожилом возрасте с женщиной. Меня вот подставили. Я вам рассказала историю, как меня подставили. Хотели проверить своего мужчину. Вот. Не зря он тогда подскочил на скамейки и сказал, всё, пора с этим заканчивать. То есть мужик тоже не выдержал. Я давлю на него своей любовью. А на него давить Тамара мужику тоже было нелегко. Вот. И поэтому как-то вот так. Вот как-то рассказала я вам вот так вот, как смогла, девочки. История удавненная. Моя Лена очень знает хорошо эту Тамару. Лена же ездит в автобусах. Она, говорит, работает кондуктором. Ну, в общем. В общем, как-то так. Вот такая история. Мне сегодня вспомнилось. Девочки, так всё стало вспоминаться, я не знаю. Так всё стало вспоминаться. То я эту Нину Тужикова с Волгограда вспомнила, хотела разыскать. То мне этот сегодня случай вспомнился. Ну, как это так? Баба решила проверить своего мужика. Но она мне тогда ещё в автобусе, когда сказала, он меня любит. Он со мной общается. Он рассказывает мне, как вы время проводите. Она решила его проверить. Он будет только со мной, она тогда кричала в автобусе. А я плакала от обиды. И вышла посреди белицы. Не доехала до места назначения. Всё, девочки. Рассказала вам историю. Время без двадцати час. Надо куда-то идти походить. Газетка ещё не пришла. Всё, мои хорошие, давайте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!